Так, ну что, ребят, всем привет. В общем, сегодня будет снова обзор Apple XRP. Я думаю, как все и ждали. Вот, и Джон Дитон у нас заявил, что для Apple есть хорошие новости, поскольку SEC не предлагала никаких конкретных продаж с контрактами. Однако предполагается, что продажа может осуществляться аккредитированному инвестору, поскольку это была уловка для выхода на вторичный рынок, добавил он. Ну, по поводу продаж, я так понимаю, монет XRP. Вот, Дитон уточнил, что никаких конкретных транзакций не упоминается. SEC только что предоставила все транзакции. SEC не упомянула какие-либо конкретные продажи Apple в иске XRP, некоторые из которых включали контракты. И по словам Дюристова, аргумент комиссии это всего лишь аргумент, но за для основателей Apple создание XRP, продажи части и раздача создали вторичный рынок. Поэтому, если бы не усилили Apple, ничего бы не произошло, в то время как все продажи XRP происходят только из-за Apple. Дитон предложил у нас, что опасный аргумент, это опасный аргумент, поскольку позже можно сказать, что если бы не биткоин Сатоши Накамото, не существовало бы. Вот, ну и адвокат-держатель XRP сообщил, что если бы SEC рассматривала дело по-другому, то они могли бы добиться успеха. Наблюдательный орган США принял подход и все или ничего в судебном процессе, который может оказаться для них проблемой. Ну, я думаю, если бы они захотели действительно закрыть компанию Apple и соскамить XRP, они бы это сделали, вы сомневаетесь в этом? Также у нас фонды, ориентированные на XRP, испытывают огромный приток в преддверии решения SEC против Apple, но опять продолжается вот это балабольство, что типа вот-вот сейчас закончится суд, но мы знаем, что вот-вот это не скоро будет даже в этом спектакле суде, но все равно. Последние несколько дней у нас полны событий, вероятно, что является громким судебным делом, связанным с криптовалютами. Последним прогрессом в деле является подача сторонами ходатайства, вынесение суммарного судебного решения, подробности которого должны быть обнародованы в ближайшее время. Затем следуют показания 3000 держателей XRP и партнеров Apple, где они также предоставляют доказательства того, что XRP не является ценной бумагой. И в конце концов стало известно, что Apple получила речь бывшего главы SEC Уильяма Хинмана в статусе Ethereum, который чиновник лоббировал согласно публичным обвинениям. Ну и также, согласно у нас последнему отчету о движении средств вокруг продуктов, ориентированных на криптовалюту, предоставленному CoinShares, прошедшая неделя была отрицательной. Тем не менее, эти продукты, ориентированные на XRP, завершили неделю с положительным притоком в размере 800 тысяч долларов. И ежемесячный приток составил 700 тысяч долларов, а в годовом исчислении 9,5 миллионов долларов. Ну как вы думаете, скам это либо нет? И помимо XRP приток также был замечен продукты, ориентированные на биткоин и Солану. Ну, по поводу Соланы, скорее всего, они врут, потому что, ну, может быть правда, но Солана как бы лагающая сеть, которая, скорее всего, скаманет. И некоторые я видел, даже писали, луна 2.0 по факту, вторая луна, вот Солана. Поэтому я в Соланы вообще не верю, я считаю ее сверхвысокоисковый. Ну, кто хочет, можете залетать, конечно. Вот, ну, как бы я напоминаю, что даже сейчас по Солане там могут X зафиксировать 100, а то и 200 там X-ов. Я смотрел, кто на преселе закупал, поэтому ее будут дальше дампить, вполне вероятно, если медвежка продолжится. Более того, приток биткоина в размере 4,6 миллионов долларов произошел на фоне массивного оттока в размере 7,1 миллионов долларов от продуктов, ну, тех, кто шахтил биткоин, я так понимаю. Общей сложности за последнюю неделю, ориентированных на криптографию, было 5 миллионов долларов, и аналитики заявляют о сохранении апатии инвесторов. Ну, естественно, потому что большинство боятся и ждут ниже. Вот, и, ну, а как мы знаем, надо закупаться частями. Вот, является ли XRP централизированным, соучредитель Ledger ответил на неоднозначный комментарий, и у нас соучредитель назвал, вызвал негативную реакцию после того, как сделал несколько пронебрежительных комментариев о криптолюте XRP. И в клипе он стал полуверусным на платформе социальных сетей TikTok, французский предприниматель сказал, что токен, связанный с Apple, даже не является криптолютой из-за его высокого уровня централизации. Ну, об этом, кстати, неоднократно уже говорили, еще чуть ли не с 2018 года, на самом деле так и есть, потому что, ну, криптовалютой является, но надо понимать, что является централизированной. То есть, напрямую, зависит от государства, пляшет от банков и так далее. Ну, какая централизация, ребят? Вернее, децентрализация, потому что, если все прозрачно и так далее, и все контролируется государством, то, ну, и диктует правила SEC теперь, там, и остальные какие-то комиссии. Ну, SEC-то такое, как бы, самое главное, это регулятор, да, вот, и, соответственно, поместил XRP на самый низкий риск, а, низкий уровень вместе с неудавшимся криптовалютным проектом TERA. Вот, ну, это, конечно, обрет полный, что, типа, сравнивать XRP с Тарой Луной, да, хинея полная, сообщество XRP было возмущено этим комментарием, требуя, чтобы Ларчевек разъяснил свою позицию в отношении одной из крупнейших криптовалют. Некоторые из его членов заявили, что избавится от своих кошельков Ledger. В серии недавно опубликованных твитов попытался поуменьшить значение своих недавних комментариев, утверждая, что, на самом деле, он не был серьезен в вышеупомянутом клипе. Ну, как бы, переобуваться для Америки, я смотрю, это стандартная тема. Вот, он подчеркнул, что Ledger очень поддерживает XRP, добавив, что это был один из первых кошельков, добавивший поддержку спорной криптовалюты. Это был глупый комментарий, сделанный в ираничном интервью. Это раздуло до предела, потому что люди думают, что это мнение Ledger, когда это абсолютно не так. Но я думаю, ну, если он не идиот, он прекрасно понимал, что это может снизить продажи его же продукта, если он делает такие заявления. Ну, видимо, как говорится, он сначала делает, а потом думает. Ну, вот ему вылилось это боком. Вот, Лакшевек также отметил, что, получается, криптовалюта сильно эволюционировала за последние несколько лет, и предприниматель подчеркнул, что этот факт делает его замечание совершенно несправедливым на сегодняшний день. Ну, короче, переобулся. Но я думаю, продажи у него все равно уменьшатся, потому что, ну, как бы, что было сказано уже, что было в интернете, остается в интернете. Да, поэтому все об этом уже услышали, ну, естественно, уже, ну, скептическое отношение к Ledger и так было, потому что они сливают данные, где-то была эта информация, публичные, ну, данные пользователей, они сливали уже, об этом была информация, я об этом слышал еще года два назад, поэтому имейте в виду, ребят, поэтому лучше использовать сейфпал либо трезер. Вот, поэтому из Крипл Джон Диттон отмечает, что может быть хорошей новостью по мере приближения большой даты. Ну, и говорят у нас, что известный под именем Билли в Твиттере вызвал у нас мнение о контраргументах СЕК против ходатайства ответчика в Apple. Он считает, что СЕК не выдвинул веских аргументов в ответ на Apple, заявив, что СЕК была в лучшем положении, если бы ориентировалась на конкретные продажи Apple или предложения XRP. Он критикует СЕК за абсурдно широкомасштабное нацеливание на все продажи или предложения XRP в течение 8 лет, в том числе на вторичных рынках. Ну, и по словам Джона Диттона, расплывчатость СЕК может быть благом для Apple. Он написал, что хорошая новость, что СЕК не предлагала никаких конкретных продаж там и так далее, но это мы тоже уже читали. Ну, и СЕК также отмечает, что Apple не приводит ни одного случая подтверждающего данные продажи. Во-вторых, СЕК указывает, что раздел 5 закона о ценах бумага запрещает незарегистрированное предложение, а не только продажи. Ну, скорее всего, чем это закончится? Скорее всего, якобы, Apple заплатит какой-то там штраф, да и все. Также у нас технический директор Apple выражает волнение по поводу разработки Сайчейна и XRP Ledger EVM. Вот, и в своем твите в понедельник технический директор Дэвид Шварцман сообщил, что рад видеть, что люди строят на Сайчейне в виртуальной машине EVM. Помните, у них было, ну, партнерство и сотрудничество, то, что у нас, получается, эфиром переходит на блокчейн, я так понимаю, XRP Ledger. Насколько я правильно понял, вот, либо они как-то вместе сотрудничают. Ну, короче, что-то такое. Согласно заявлению Шварца, разработчики Apple и XRP Ledger уже некоторое время работают над Сайчейном. И прошло время, но нам не терпится увидеть, как депсы вы создадите с помощью Сайчейна EVM на XRP Ledger. Тестирование уже запущено в, ну, Developers.net, ну, в сети разработчиков. Присылайте нам свои отзывы, чтобы мы могли продолжать работу. И стоит отметить, Шварц впервые сообщил о том, что разработчики работают над Сайчейном. В сентябре прошлого года, изюмируя свои мысли в ветке Twitter, в то время Шварц считал, что при внесении возможности смарт-контракта в Ethereum в XRP Ledger может снизить входной барьер для разработчиков, стремящихся создавать децентрализированное приложение Debs с межсетевым взаимодействием. Как оказалось в предыдущих отчетах, у нас Сайчейн EVM обещает объединить смарт-контракты Ethereum с масштабируемостью XRP Ledger. Кроме того, пользователи могут получить доступ к богатой экосистеме с использованием XRP. И помечательно, что в сочетании с NFT, которое входит в XRP Ledger через поправку XLS-20, XRP быстро становится сильным конкурентом Ethereum. Ну, как бы я бы не сказал, что он конкурент, просто, скажем так, что теперь Ethereum у нас на POS централизирован, что XRP, ну, в принципе, можно сказать отчасти, но это совершенно две разные технологии, поэтому как-то сравнивать их, ну, такое себе. Вот, неудивительно, что разработка Сайчейна заинтересовала Горгштейна, ну, который топит, что вот, ребята, давайте, давайте, закупаемся. Он постоянно топит на локальных сейчас хаях, я напоминаю, что, типа, вот, закупаемся по XRP. Ну, и, естественно, я говорил, что лучше дождаться снижения, многие меня не слушают. Ну, снижения продолжаются, какие-то отскоки, но я предупреждал, что ситуация, скорее всего, повторится, как по эфиру классику. Ledger также заявляет с гордостью, что поддерживает XRP, отрекаясь от пронимыжительных комментариев генерального директора Apple. Ну, и Ledger заявляет о своей поддержке XRP, дистанцируется от комментариев генерального директора компании. С самого начала продолжающегося судебного процесса компания подверглась Сайской критике со стороны нескольких заинтересованных сторон индустрии криптовалют. Ну, и Ledger у нас начинает оправдываться, что вот, типа, того, что мы не имеем к этому отношения, но как не имеем отношения, если ваш гениальный директор, да, или кто там, да, гениальный директор, ваш глава начинает рассказывать, что, типа, XRP это ни о чем, да, и похож на Луна там, ну, вообще с Луной сравнить это, я не знаю, как бы мухи с котлетами, это, ну, как бы, две разные вещи совершенно. Увидев ущерб, нанесенный в видео, команда Ledger обратилась в Twitter, чтобы отмежеваться от комментариев, ну, вот именно, что отмежеваться, сделанных ее соучредителем, Ledger отметил, что комментарии не отражают точку зрения компании, вот эти комментарии не отражают нашу точку зрения, мы зависимы от сети, повествуем сообщество, ну, короче, я так понял, они поняли, что обосрались, ну, и по итогу начали оправдываться, ну, а как мы видим, эти оправдания выглядят жалко и ничтожно, и, естественно, люди, ну, как бы, разочаровались в данной компании, то, что, ну, как бы, XRP сравнить с Луной, это вообще, я не знаю, о чем он думал тогда в тот момент, и каким, ну, я не знаю, ну, может быть, недальновидным, скажем так, человеком надо быть. Вот, Ledger отметил, что с гордостью поддерживает XRP в Ledger Live, позволяя им, пользователям покупать и обменивать криптовалюту и так далее. Ну, и, естественно, как бы, централизированный щиткоин, потому что SEO назвал XRP централизированным чуть ли не щиткоином, ну, и, соответственно, вот, якобы сравнил с Луной, которая соскамилась и по второму разу, скорее всего, скаманил. Ну, короче, какую-то херню он сделал, как по мне. Вот, цена борется у нас, поскольку Ripple анонимные киты перемещают 340 миллионов XRP, и, как мы видим, монеты продолжают перемещаться на неизвестный кошелек 45,5 миллионов долларов, потом 11,5 на Bitstamp, еще 11,5 на Bitstamp, потом на неизвестный кошелек 26 практически миллионов долларов, 11 миллионов долларов и так далее. Вот. Потом у нас Ripple против всех, что же дальше у нас будет в судебном процессе. Ну, и судебная тяжба у нас продолжается, там все дела, сводки, говорится, что оппоненты косвенно признают, что не проходят тест ХОРИ, и тест, придуманный подсудимыми, у нас хоть и креативен, но не имеет под собой никаких юридических оснований. Так, ну и получается первоначальная реакция сообщества XRP говорит, что аргументы очень слабы. Я был удивлен, насколько слабой была у нас в вопросе обязательств после продажи, я чувствую, что должен что-то упустить. Аргумент Ripple заключается в том, что транзакция или схема просто означает, что суд должен рассматривать более широкий контекст, с которым основан инструмент. Ну, на самом деле, знаете, что они сейчас делают? Они делают, скорее всего, вот якобы сейчас у нас XRP побеждает, вот, теперь у каждой стороны будет время до 15 ноября, хотя они говорят, что типа вот-вот уже там заканчивается суд уже полтора месяца, да, ответить на эти документы, ожидается публикация, будет 21 ноября, и плюс еще там какие-то еще апелляции будут продаваться в декабре, 21 или 22 декабря, короче, это еще долго. Ну, опять же-таки напоминаю, что суд фикция и спектакль, вот, если кто не понял. Ну, хотя я читал на просторах, и некоторые блогеры, и некоторые люди даже верят, что суд настоящий, ну, не знаю. Я задумываюсь о их интеллектуальных способностях после таких изречений, конечно, ну, ладно, бог с ними. Вот, поэтому, как мы видим, на текущем этапе минус 30% ожидаем дальнейшее падение, поэтому снижение продолжается. Я, в принципе, повторюсь еще раз, если кто не видел предыдущие ролики, что ситуация может повториться один в один, как по эфиру классику, да, то же самое, здесь болтаемся наверху, загоняем хомячков на хаяк буквально там сколько, два месяца, да, ну, и после этого снижаемся вниз. Поэтому надеяться, что сейчас там будет рост на доллары выше, ребят, расслабьтесь, запейте водой, что называется. Поэтому на текущем этапе я жду дальнейшего снижения, плюс у нас повышение ставки, напоминаю, 2 ноября, поэтому до этого момента, ну, по крайней мере, по XRP лучше не рыпаться, ну, а по остальным монетам я отпишу в закрытом клубе более подробно, есть пожизненная подписка, кому интересно, платите один раз и остаетесь навсегда, и там я даю также самые перспективные монеты, которые лучше всего откупать и на донных значениях. Все, всем удачи, всем пока, пишите свое мнение, будет интересно почитать, всем удачи и всем пока.